Андрей Яковишин Андрей Яковишин. Вечером 26 января, ровно 21 год назад, я впервые пережил сошествие Святого Духа. Переживание силы и света, которого не знал раньше. Голос Отца наполнил меня. «Сын мой! Сын мой! Сын мой!» Это не было в церковном собрании. Я не произносил молитвы покаяния. Мне никто ничего не проповедовал. Святое электричество небесной любви, как я его потом назвал, вихрем кружилось по комнате, где я был. Я был в непонятном, блаженном шоке и думал, что со мной сейчас происходит. Семейная пара, которая была со мной тогда, тоже замерли, видя, как меня накрыло. Потом я попрощался с ними и поехал домой, в свой город, один, в холодном рейсовом автобусе, Могилев, Минск. Всю дорогу смотрел на полную луну, сквозь морозную ночь, а внутри светился чудный свет и пульсировало в сознании. «Сын мой! Сын мой!» Бог сразу открылся отцом. В этом и было мое спасение. Из его уст и руки я смог принимать то, что происходило потом. Именно потому Иисус стал для меня безусловным авторитетом. Он его тоже назвал отцом. С этого дня я начал проповедовать. Просто не мог молчать. Я ощущал огромное желание дойти до края земли с тем, чтобы дать пережить это каждому, кого встречу. Менялись деноминации, учения, учителя и авторитеты. Менялись церкви и уклады. Но впечаталось в меня навечно. Это не произошло со мной в деноминации. Это не было чем-то ритуальным. К этому не была причастна никакая организация или проповедник. Это были первые слова отца, которые выдали мне навечно мой паспорт. Ты мой сын. Я пронес сквозь годы это электричество небесной любви. И этот голос ни разу не пожалел и никогда не сдался. И сколько живу, моя проповедь начинается и заканчивается ясным посланием. Бог твой отец, а ты его сын. Благодарю, отец, за нескончаемый этот день, которым я живу, зная тебя. Отец, я вижу тебя. Максим. У сына сняли все швы и гипс еще 21 числа. Очень скоро. Хотя врачи пророчили 2-2,5 месяца. Зажило все очень быстро. Сейчас он практически полностью в строю. Жена очень удивляется, как быстро все исцеляется. А травма была жуткая. Слава отцу. Благодарю всех ходатаев. Аноним. Драгоценное. Андрей и Оля. После эфира молитвы ощутил, что у меня пропали признаки аритмии. Слава отцу. Благодарю миллион раз. Теперь нужно удивить врачей своим нетлением. Олег. Когда мне бывает невиносимо больно от разного рода слов, клеветы или даже действий, мне помогает такое слово от нашего замечательного брата Андрея Яковишина. Я отзываю все претензии. И я отзываю все претензии. Я так говорил каждый раз, когда приходили уныние, печаль или всякое подобное. И результат супер. Полностью освободился от всех обид и боли. Благодарю тебя, Андрей. Слова твои оживили мою жизнь. Мне все хорошо. А если не так, то будет все еще лучше. Вадим. На днях слушал драгоценного сына Божьего Андрея. И он транслировал явления духа и силы. Он сказал. Папелломы отмаливаются. Мне стало радостно, и я засмеялся. А спустя два дня папеллома почернела. А сегодня, смотрю, отвалилась. Халилюя. Все верно. Слово проповеди не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Спасибо, драгоценный. Люблю тебя. Андрей. Я уже три года не пью лекарства от гипертонии. С тех пор, как с вами дружу. Слава отцу. Люблю вас. Павел. У жены после родов была трещина костей таза. Она с трудом двигалась. Благодарен ходатаем. Вчера заметила, что проблемы нет. Халилюя. Александр. Мы с женой вынуждены находимся в чужой для нас стране, где подали заявление на выплату денежной помощи. Заявление приняли, но сказали, что всем помочь не могут. У них шесть тысяч заявок, а выплатят только на две с половиной тысячи. И если нам даже дадут выплату, то, наверное, только на одного из нас. И нужно ждать. Но буквально через три-четыре дня после подачи заявления выплаты пришли нам на карту. И сразу на двоих человек. Слава отцу. Спасибо за обеспечение сынов твоих. Вачик. Ревик из Турции привезла мне помазанные носки и сказала, чтобы положил их под подушку. Я несколько дней так и делал, но ничего не произошло. Решила дать младшему сыну двенадцать лет, потому что у него страхи от темноты и от воды. И после этого он начал спать один и в темноте, и плавать один. То есть явно страхи ушли. Но я не понимал, как это происходило, пока не слушал молитву Андрея для вещей. Демоны будут оставлять. И к каждой вещи я представляю ангела, который будет служить человеку, который будет пользоваться этой вещью. Спасибо вам, небесная цивилизация. Люблю вас. Ценю и горжусь и радуюсь, что вы есть у меня. Обнимаю всех. Игорь. Я сегодня слушал урок, где Андрей рассказывал про телепортацию. Я начал созерцать и оказался на каком-то пляже. А в моем созерцании было название Санто-Доминго. После того, как я закончил созерцать, я пошел вбить в гугл это. И действительно, есть такой город, как Санто-Доминго. И он является столицей Доминиканской республики. Это просто невероятно. При том, что я в жизни не знал об этом городе. И там в точности такой же пляж, какой был в моем созерцании. Вот так вот просто. И с первого раза все получилось. Я под впечатлением. Валерий. Где вы были раньше? Мое свидетельство о том, как я вас нашел. И когда вы рассказываете о нем, его нужно очень громко прокричать. И это не юмор, ребята. Это рев радости. Так же, как женщина, которая исцелилась от четвертой стадии цирроза печени. Так и я исцелился от 27-летнего ожидания вас. Я кричал все эти годы. Ты же всемогущий. У тебя все сегодня. Сколько мне можно ждать? И при этом сам себе говорил, цитировал Писание, претерпевший до конца спасется. Это у меня было как болезнь, которая мучила меня все эти годы. Уж кто-кто, а ты наимудрейший меня понимаешь. И вот движение небесных сил от 2 апреля. Я, естественно, не лягушка в сметане. Я тот, кто верил все эти годы. Правда, сметана оказалась странной. Сильно долго взбивалась. И вдруг легко, само, тотчас, не ставлю смеющихся смайликов, потому что пришлось потерять две семьи, не говоря о всем остальном. Целый список, что еще мною потеряно. И при этом сейчас я самый счастливый во вселенной. До сих пор не понимаю моего папу. Сергей в марте попросил молиться за Дмитрия. Привез его из Москвы в Самару домой. У него мама к отцу ушла. Он в расстройстве начал пить. Больше 10 дней пил. А перед этим ему поставили диагноз. Двусторонняя пневмония. В общем, привез как дрова. Позвал верующую сестренку более 20 лет в церкви. Начали ставить капельницы. Это мне папа на сердце положил, пока вез его. На следующий день утром идет еще капаться. А сестренка говорит, у него ВИЧ и гепатит по-любому. Я возмутился. Говорю, нет у него ничего. В общем, целая перепалка. На второй день положили в больницу. По скорой отправили. 10 дней в больнице. 7 раз брали кровь. 3 раза в спеццентр отправляли. Эта сестренка в той же больнице старшая медсестра. В общем, ВИЧ отрицательно. Поставили гепатит, ну хотя бы что-то было, я так понял. Температура у него еще поднималась несколько дней после больницы, где-то на час. И сама падает. Эта сестренка отправляет его в другую больницу через знакомых еще раз сделать анализы. Говорит, что неправильно сделали. Дима едет туда. Я ему говорю, не слушай никого. Они ничего не найдут. Потому что Иисус заплатил за это. В общем, взяли анализы. И эта знакомая звонит нашей сестренке и говорит, Люба, кто поставил ему гепатит? У него кровь, как у ребенка. Печень, как будто новую сделали. И ты говоришь, что еще несколько дней пил? Вы или врете, или ничего, я не понимаю. В общем, Дима новенький. Спасибо за молитвы. Людмила, спасибо за молитву. Внуки быстро выздоровели. Я сама ходила в духе к ним. Провозглашала исцеление. Тот час. Зять Алексей приехал в Омск. И тоже начались септомы гриппа. Я начала молиться. Пришла к нему в духе. Высвободила помазание. Погрузила в купальню. И запретила гриппу находиться в этом теле. Провозгласила полное исцеление. Через час позвонила узнать. Как самочувствие? Ответ. Все нормально. Температуры нет. Я завтра лечу домой. Слава отцу и сыну и духу животворящему. Спасибо всем ходатаям. Светлана. Благодарю. 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 Благодарю, дорогой отец, за небесную цивилизацию, за любимых Андрея и Олю, за зум-марафоны, которые проходят. Я получила исцеление право ухо. Ушла пробка. Благодарю за восстановление иммунитета, за восстановление всего организма. Свобода в теле. Спасибо. Спасибо за эти чудеса. Преобразование мышления. Свобода. Уравновешенное состояние. Осознание, что я нетленная. Молодость в теле. Спасибо. Уверенность, что мы настоящие счастливчики нашего Отца. Спасибо. Дорогие, спасибо за потоки помазания и нетления. Спасибо за регенерацию в теле. Благодарю миллион раз. Я счастлива, что я в небесной цивилизации. Такое счастье быть с вами. И это не закончится никогда. Жанна. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы в победе торжествуем. Вот что значит свидетельство Христова. Слава нашему Отцу за все. А теперь я свидетельствую. Я читала свидетельство сестрички. И когда я его начала читать, созерцая и даже не дочитала до конца, на меня неожиданно сошло помазание. И кровь Анца, который течет во мне животворящим потоком, достигая каждую клетку моего тела, освободила меня от какой-то непонятно-отчего аллергической реакции на кожу моего тела, которая вызывала зуд совсем недавнего времени. Я прямо сразу ощутила это освобождение. И я в такой великой радости славила Отца. Я знаю, что этот Дух Отца меня повел посмотреть именно сейчас. Свидетельство. Хотя я хотела сделать это позднее. Но отец знал, что мне сейчас надо. Он знал, что беспокоит его любимого сына. Аллилуйя! Спасибо всем сынам Божьим за свидетельство. Сила помазания у них всегда течет. И это никогда не закончится. Эмма. Я вчера просила молиться за мою маму, за исцеление от воспаления легких. Она вчера чувствовала себя плохо, и у нее не было сил. Сегодня я приехала к ней, и ее не узнала. Она полна сил и чувствует себя намного лучше. Вчера поздно вечером она включила очередное видео пастора Андрея. И прямо на первых минутах ее охватил жар. И после этого силы пришли. Спасибо вам, что вы молились. Папе нашему. Спасибо вам всем, родные, и пастору Андрею, и Оле. Я верю, что мама полностью исцелена. Шахло. Вчера меня сестричка из небесной цивилизации попросила молиться за мужа. Он упал и подвернул ногу. Но нога сильно опухла, и он не мог наступить на нее. Я попросила Ходотаев поддержать нас молитве, и сегодня я узнала, что после того, как его опустили в купальню, он стал ходить, как будто и не было ничего. Аллилуйя! Светлана. Огромное свидетельство славы отца. У нас в Узбекистане сестричка Юлдус проповедовала сотруднице. Та приняла Христа и открылась ей, что у нее ребенок, девочка, сини лет, но у ребенка нет женских органов. Был гормональный сбой во время беременности. И у девочки не было ни матки внутри, ни снаружи выхода для матки. УЗИ показывала, что нет органов, там был отросток, похожий на мужской орган, которым ребенок попорожнялся. Семья эту проблему всячески скрывала и жили с этим, не зная, какой будет дальше судьба ребенка. Мы даже не знали, как молиться, какой пол, это мальчик или девочка должна быть. Я отправила просьбу Оле. Оле еще разместила в купальне. И, дорогие, это чудо произошло сегодня. Мне Елдуз отправила свидетельство из кабинета гинеколога. Наша девочка совершенно здорова. Все органы полностью появились. Она полноценная девочка. Спасибо огромное всем, кто лил помазани. Спасибо отцу за это чудо, за эту прекрасную и счастливую девочку. Я знала, что это произойдет. Отец велик. Ольга, вчера в прямом эфире, когда услышала от Оле фразу о том, что вывихнутое плечо встало на место, сразу подумала, что это мое. Принимаю. Спасибо, отец. Я с этим правым выбитым или вывихнутым плечом ходила целый год. И вот вчера свершилось чудо. Оно встало на место. Раньше поднятие руки вверх и круговые движения плечом причиняли мне боль. Сейчас нет никакой боли. И даже в зеркале визуально видно, что плечевой сустав на месте. Спасибо, Андрей и Оля, за чудесное исцеление. Спасибо, отец. Аллилуйя. Елена. Во время просмотра записи «Пограничные состояния» открытый портал «У меня случилось исцеление уха». На несколько дней заложила ухо. И после молитвы, во время просмотра этой записи, я положила руки на уши, как говорил Андрей, и принимала на себя исцеление. Молилась, благодарила. После молитвы началась передача откровения. Я подумала, ну вот, а заложенность осталась. Но я благодарю Господа за исцеление. Продолжила смотреть видеозапись, через несколько минут я ощутила, что что-то в заложенном ухе щелкнуло, и ощущение заложенности пропало. И я стала лучше слышать. Я так обрадовалась. Принимаю полное исцеление моих ушей. Благодарю небесного отца и Андрея Соли за трансляцию нетления и трансляцию пограничного состояния. Татьяна. Вчера такое творилось с моим телом. Такое помазание. Когда пастор молился за движение в теле духа жизни, я увидела, как внутри меня потоки, движения частиц, движущихся в определенных направлениях, еще и как бы указывают движение потока. После эфира всю ночь меня то в жар бросало, то в какой-то транс уходило. Но в состоянии дремы услышала, как папа сказал, «Я накрыл тебя совершенной любовью». Это меня так удивило. Я постоянно слушаю аудиозаписи небесной цивилизации. Вот уже неделю, как пропали симптомы климакса, постоянного потения и перепады температуры тела. То в дрожь, то в жар. Я даже не заметила, что все прошло. И даже гормональный фон восстановился. Слава папе! Все говорят, что я похорошела и помолодела. Аллилуйя! И комплиментов есть много. Спасибо огромное нашим Андрею и Оле за молитвы и учения нетления. А я ведь чуть больше месяца только с вами. Моя семья. Принимаю, преломляю, раздаю. Виктория. Вчера сестра мужа написала мне женской консультации. Она уже ждала очередь на УЗИ и сдавала все анализы. Готовилась к операции по удалению матки. Мне до этого ничего не говорило о таких декорациях. Я ей сразу позвонила и мы поговорили пару секунд, так как ей уже надо было идти на УЗИ. Я только успела ее попросить, чтобы не делала операцию, если есть хоть малейшая возможность ее не делать. Я помолилась просто. Парой фраз, что да не будет этой операции, что ее органы регенерировали, обновились. Высвободила нетление, окунула ее в реку жизни и в души в жизни. Сказала, что все увидят, Господи, твою руку и славу на ней. И через несколько часов она мне пишет, Вика, операции не будет. Слава отцу! Поток течет через нас на других. Исцеление реально. Ажар. Я тоже хочу рассказать о своей племяннице. У нее был гормональный сбой. И тут она забеременела и одновременно стала расти миома. Врачи за ней наблюдали. Сказали, что после родов нужно будет удалять миому после того, как перестанет кормить ребенка. И когда она пошла к врачам, ей сказали, что буду дальше наблюдать и операцию не надо делать. Я, естественно, за нее молилась и не соглашалась с решением врачей. Слава отцу! Батагос. Недавно я болела каким-то вирусом. У меня был постоянный озноб, тошнота, слабость и вместе с этим депрессивное состояние. Я три дня не выходила из дома, ничего не ела и ничего не хотела. Я просто не могла даже согреться. Все тело холодное и никакая теплая одежда, одеяло ничего не спасало. Состояние немощи было, как будто я умираю. Я лежала и просто говорила, «Отец, я люблю тебя, я благодарю тебя за все». И говорила, что я дух животворящий. Я не помню, как, но я уснула в один момент и вижу во сне Ольгу и Кавишину. И она излучала свет. Потом она подошла и наклонилась ко мне. Своим теплом коснулась меня. Я видела себя со стороны, как я лежу. И мне стало так тепло-тепло, и я проснулась. Я поняла, что мое тело прогрелось, и мне так хорошо было, словно я жила. Через пару часов ко мне приехала моя мама. Она живет в другом городе. Я написала ей уже на четвертый день, что я болею. И в тот день я исцелилась. Благодарю вас, Андрей и Ольга, за вашу безмертную любовь. Телла. Ура, отец! Это мощь! Купальня просто огонь! Зашла на свой фейсбук и вижу, что Кристина, сестричка наша, еще шесть дней назад написала, что онкологии нет. Спасибо всем, кто молился. И вечная слава отцу! Марина. Хочу засвидетельствовать и поблагодарить всю небесную цивилизацию, ходатаев и дорогих Андрея и Олю. Опускала в купальню своего брата. Ему резко стало плохо. Увезли в город с кровотечением и коликами. Все, здоров! Искупали в купальне. Занимается своим любимым подлюдным ловом и радует нас свежей речной рыбкой. Аллилуйя! Светлана. Спасибо, любимые пасторы Андрей и Оля. У меня свидетельства. Во время трансляции в понедельник я получила исцеление ноги. Мне накануне сняли гипс после перелома лодыжки и кожа была в ужасном состоянии. Просто висела лохмотьями. Пастор молился об очищении сухой кожи. Я понимала, что это обо мне. Утро в ногах было чистая. Спасибо, спасибо, спасибо! Ведь это реальное чудо! Елена. У меня на лице образовалась декорация. непонятно даже, что это было. Я мазала и прижигала, но смотрю, стала увеличиваться. И начали приходить всякие мысли. А у меня есть хорошая знакомая, врач-дерматолог. Уже думала пойти просто к ней домой, показать. Но нет, думаю, я же принимаю исцеление, я же дух животворящий. И последние эфиры пастора Андрея и молитвы против всяких кожных декораций. Я созерцала, как это все ушло. И слава Богу, ушло. Спасибо папа за силу, которая действует могущественно. Спасибо за сына Андрея. Нетление и регенерация это мощно работает в наших божественных телах. Ревик. Недавно к моей дочке приехали гости, близкие люди из Армении с пятилетним ребенком. А у ребенка глаза слезились все время. И мать сказала, что это у него с рождения дефект такой. А у меня в сумке был платочек намоленный с ноябрьского торжества в Турции. Мне утром захотелось взять его с собой, и я положила его в сумочку. И вот я достала платочек и ей передала. И немного рассказала о помазании, так как она верила и принимала. Сегодня она моей дочке написала, что платочек чудесный. Глаза сыночка больше не слезятся. Ольга. Слава нашему великолепному любящему отцу за все, что он делает в моей жизни через Андрея и Олю. Я много лет страдала из-за аллергии, не могла переносить любой сильный запах. От запаха парфюма или химии, если нечаянно вдыхала, даже в подъезде, если кто-то проходил до меня, начинался кашель, свист в груди. И без таблетки это переходило в острое гнойное заболевание дыхательных путей. Полный вдох делать не могла, даже когда все было хорошо. Дышала на две трети и все время подкашливала. Начала смотреть базовый курс о нетлении. И когда смотрела эфир о духовных действиях с телом, произошло мощное освобождение. Я сразу даже не поняла, чего. На другой день почувствовала, что дышу полной грудью и не кашляю. Это для меня очень большое чудо, так как декорации были со мной уже более тридцати пяти лет. Благодарю вас, пастор. Вы возвращаете людям радость, надежду, любовь. Это так здорово. А еще незаметно перестал болеть позвоночник в месте анестезии. Огромное спасибо. Елена Я сегодня слушала молитвы пастора, которые были записаны в 2021 году. У меня болело что-то, то ли почка, то ли защемление нерва. Сейчас я исцелена. Во время трансляции пастором помазания меня так знобило, все тело трясло, особенно там, где была боль. И теперь боли нет. У помазания нет времени и сроков. Пастор Андрей, я в восхищении. Ирина В 2023 году у меня начал болеть тазобедренный сустав. Болели ноги так, что было больно ходить. Еще приключилась такая декорация, как синдром беспокойных ног. Из-за этого полночи не спала. Но я постоянно смотрела эфиры Андрея, пересматривала их и практиковала сразу же все, чему учит Андрей. И вот прошло некоторое время, и я обнаружила, что ничего из вышеперечисленного нет в моем теле. Нет боли в суставе, ноги не болят, синдром отсутствует. Я постоянно благодарю небесного папу за пасторов Андрея и Олю, которые есть открытыми порталами в царстве отца и нашим за непрекращающийся поток помазания, силы недления, мудрости, благодати, силы воскресения, торжества любви и всего прекрасного небесного в нашей жизни. Наталья вчера отправила в купальню нужду за свое славное тело и Аллилуйя! Сегодня первый день практически за месяц, когда у меня температура не 37, а в норме 36 с небольшим, моя обычная температура. С утра вообще не было боли в правом боку. Это такое счастье жить без боли. Я даже танцевала от радости. Боль еще пытается вернуться, но я побеждаю ее духом животворящим. Аллилуйя! Благодарю нетленные за вашу поддержку и молитвы! Людмила, я подарила соседям удлинитель, чтобы они не мешали мне спать, включая все время в розетку. Слышимость уникальная, дыра между розетками. В этот же день мне не хватало денег, чтобы подстричься. И я попросила сделать скидку хотя бы на 200 рублей, так как очень много потратилось на лекарства. А кроме того, осталось без работы из-за болезни, еще я снимаю жилье. Ситуация сложилась непростая, но я же сын, управитель, говорю, мне надо подстричься, я так обросла, что смотреть не могу на себя такого сына. И я объяснила ситуацию парикмахеру, у которой ранее стриглась и красилась, но сейчас на данный момент речь шла только о стрижке. И вот мастер пошла мне навстречу, подстригла меня за 300 рублей, причем стрижка у нее стоит 600-700, подарила мне шампунь. Я не брала, но она просто насильно мне ее дала и сказала, что в будущем будет стричь меня за 400 рублей, как пенсионеров после 70 лет, а мне 58. Я была очень удивлена такими подарками, и это только из одного купленного мною удлинителя. Спасибо, отец, ты такое чудо для меня сотворил в этой трудной жизненной ситуации. Я очень поблагодарила отца за этого парикмахера и благословила ее бизнес на умножение. Аминь. Яна начала жертвовать в небесную цивилизацию и пришла сумма в 265 тысяч рублей. И я не считаю деньги, чтобы покупать те продукты, которые хочется есть. Аллилуйя, папе, и это не закончится никогда. Алена Два месяца подряд на карту поступала от неизвестного источника по 100 гривен. Сумма очень маленькая, но я благодарила и радовалась. Сегодня решила благословить служение Андрея. Смотрю, а там сумма больше в полтора раза моей пенсии и снова неизвестный источник. Мы эвакуировались вглубь страны и нас постоянно благословляют всякой едой жители этой местности. Я все примечаю, как учат сын Андрей. Сын Божий Андрей и благодарю. Славлю Отца каждый день. Благодарность течет в помазании. Андрей, Оля, вы лучшие среди лучших. Спасибо вам за любовь и заботу. Гульнара 2024 год я спонтанно объявила годом путешествий и мне быстренько пришло приглашение посетить набережные Челны в Татарстане. Я купила билет в одну сторону плюс подарки и гостинцы. Она погулять, посмотреть там стала просить у отца. Я ясно услышала в ответ «Ты хоть те деньги, что есть, потрать здесь с радостью?» То есть он хочет, чтобы я веселилась там, где нахожусь. У меня было 4000 рублей. Я вызвала троих внучат, сводила их в театр, потом на елку, потом спустились на замерзшую речку и катались, кувыркались по ней, потом в пиццерию, потом на центральную елку, в общем набаловались, насмеялись, еле доползли до дома. В итоге весело и радостно потратили 3000. Одну крайнюю тысячу отправила в небесную цивилизацию с таким настроением, как будто было 10. в общем я выполнила задание отца и жду, что теперь будет. Мне так смешно, вы спросите, в чем свидетельство? А вот в этом смешном веселом задании. Галина Прохожу заново курс Меч Соломона, хирамы в моей жизни. И вот приехал средний сын с подарками ко дню рождения. Простил долг 65 тысяч рублей. Спасибо папе пастору Андрею и Оле за уроки и помазание на преуспевание. Аллилуйя. Аминь. Людмила. Хочу поделиться небольшим свидетельством. Я стояла на остановке и ждала по расписанию автобус. На работу мне нужно было к 9 часам утра, а автобус должен был прийти в 8 30. Но автобуса не было, он опоздал почти на 20 минут. А мне опаздывать нельзя, я работаю сиделкой у бабушки и надо было заменить свою хозяйку. Все это время я молилась и говорила, что я сын и никогда сын никуда не опаздывает. Я стала провозглашать, что время послушно для сына и что я само время и сказала времени подчиниться мне. И что как только я открою дверь и войду в квартиру, то будет ровно 9 часов утра, как мне нужно. я проехала автобусом 5 остановок, где люди входили и выходили, потом еще пешком прошла два квартала, потом поднялась на третий этаж и зашла на работу ровно в 9 часов. Я просто была в восторге от папы и благодарила его за нашего драгоценного любимого пастора Андрея. В автобусе я не смотрела на часы, а только говорила, что я не во времени, я бог и управляю временем. И чудо произошло. Люблю вас, мои любимые Андрей и Оля, вы лучшие. Элеонора, я очень хотела поехать на школу Павла и вот что сделал отец для меня. Мне хватило пенсии, чтобы сделать паспорт, оплатить регистрацию, оплатить билеты и еще прекрасно питаться. Я из этого избытка еще благословила небесную цивилизацию. Бесконечная благодарность Андрею и Оле за все, что они для нас делают. Это такая драгоценность, которую надо хранить только в сердце и раздавать, раздавать людям, чтобы являлись сыны. Аминь. даймь. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok